Привет! Известно, что качественно прописать магнитную ленту позволяет система динамического подмагничивания. В кассетной деке Pioneer CT777 используется фирменная система калибровки SuperAuto BLE, которая активируется данной кнопкой и позволяет построить строк записей под используемую магнитную ленту по трем параметрам. BIOS – это ток подмагничивания, Level – уровень сигнала и эквализация. Эти три слова и обозначают аббревиатуру BLE. Около 20 секунд требуется магнитофону со сквозным каналом отрегулировать строк записи, после чего лента возвращается в исходное положение. Настройка осуществляется по трем опорным частотам – 400 Гц, 3 и 15 кГц. И согласно инструкции по настройке этого аппарата, это финальный, по-моему, шестой пункт регулировки этой кассетной деки. До этого момента нужно обязательно выполнить все предыдущие этапы сначала механической регулировки азимута головки, а затем электронных регулировок, в том числе регулировка уровня индикации. Итак, обнуляю показания счетчика. Настройка калибратора осуществляется в сервисном или, как здесь указано, тестовом режиме аппарата. Для входа в данный режим нужно одновременно зажать три кнопки – MOD, RANGE и MONITOR. При этом индикация магнитофона переводится в режим расширенного диапазона RANGE. Коммутатор в режиме фиксации сигнала на линейном входе. А на месте показания счетчика будет отображаться какое-то значение, которое я читаю как TEFT. А если извлечь кассету, то будет TDFT. Точнее, тут определяет не наличие кассет, а именно тип ленты, металл. Ну, и с кассетой, конечно, он определит его как NORMAL. Настройка осуществляется вращением определенного подстроечного резистора на основной плате по шкале именно правого канала индикатора кассетной деки. Нужно взять за правило, что при регулировке параметров магнитофона требуется добиться четкого свечения нужного сегмента путем именно уменьшения уровня, при котором гаснет право от него сегмент. При входе в сервисный режим встроенный генератор системы автоматической калибровки сначала выдаст сигнал частотой около 400 Гц. Этот сигнал не поступает на линейный выход кассетной деке, а только в тракт записи. И его можно даже записать на кассету, а затем прослушать и фиксировать осциллографом на линейном выходе кассетной деки. Для этого специально распакую запечатанную кассету Maxel LN60 1982 года выпуска, которую мне презентовал мой подписчик и сосед Леша. Спасибо тебе, Леша! И большой привет! У нее прозрачный футляр с боковыми тремя рифлеными гранями. Стоппер по форме перевернутой литры Y. Да, и здесь круглые выемки на футляре имеются, прощупывается на пальцем. Хорошее состояние, новое, вкладыш и кассета. Она имеет специально текстурированный корпус. Он разборный. Вот такой ракорд с красной полоской, стрелками для направления движения и литрой стороны. Устанавливаю кассету в кассетоприемник. Немного промотаю. Предварительно калибровку тракта записи под данную ленту делать не нужно. А ручка регулировки уровня записи должна быть в крайнем левом положении. Итак, снова запускаю тестовый режим. И включаю запись. С помощью кнопочки монитор перевожу на контроль линейного входа. Регулировкой подстроечного резистора VR351 устанавливаю уровень правого канала минус 3 дБ. Он также помечен на плате, как BLI 400 Гц. Как-то так. Однократно нажав кнопку Super Auto BLI Start Cleaner подаю в тракт записи уже сигнал частотой около 3 кГц. И регулировкой подстроечного резистора VR352, который на плате помечен как BLI 3 кГц, устанавливаю уровень правого канала так же на значение минус 1 дБ. Готово. Еще раз однократно нажимаю кнопку Super Auto BLI Start Cleaner и переключаю генератор на сигнал частотой около 15 кГц. Регулирую подстроечный резистор VR353, устанавливаю уровень правого канала так же на значение минус 1 дБ. Готово. Очередное нажатие на кнопку Super Auto BLI Start Cleaner выводит аппарат из тестового или сервисного режима. Теперь калибрую тракт записи с новыми настройками, нажимая кнопку старта системы автоматической калибровки. Готово. Лента вернулась в исходное положение. Я же возвращаю ленту в нулевое положение счетчика и воспроизведу записанные на кассету сигналы частотой около 400 Гц, около 3 кГц и около 15 кГц и итог калибровки. Записал на данную кассету комбинации частот для настройки магнитофона в последующем. Как на тестовых лентах STD331B и STD301. Эти константы представлены на рисунке 6.1 в инструкции по настройке магнитофона. И, кстати, если сначала откалибровать тракт записи под магнитную ленту и затем перевести магнитофон в сервисный режим, на индикаторе счетчика отображается любое другое значение. Но этот режим не используется в данной настройке. Благодарю за просмотр!